что мы снова собираемся в путь дорожку вот уже собрались выезжаем и у нас долгий путь целых 500 километров чуть меньше там 470 по-моему и мы поедем очень красивые места сейчас мы покажем мы тут поднялись наверх перейдем там мухмутлар вот как весь на ладони а вот это то что вот у вас там вдалеке поля это банановые поля мухмутлара такой воздух чистый такие горы дороги вот такие вот ну и мы соответственно тут гоняем у у у у у у у конечно потрясающие пейзажи просто шикарно капец как это просто безумно классно потрясающе едешь вроде бы дают встречка появляется реально местами вот так вот в одну полосу полторы полосы и вот расходишься просто по зеркалам на обочину и нормально конечно виды потрясают вон там то озеро которому вчера были конечно да кайф вообще вдоль скал Ну раз, 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 и все поехали. Впереди нас. И не обгонишь его. Ехали-ехали вот по той дорожке, где в горах, красиво, все. А сейчас выехали практически в Европу. Такое ощущение. Идеальный асфальт. Ехать можно, правда, 50 км в час. Там туннели. Красотень вообще просто. Еще строится куча всего. И все закончилось. Поход делал. Хм. Ну ладно. Ну, короче, дороги здесь строят. И неплохо, хочу вам сказать. Продолжение дороги. Вот горы красивые, все, и дорога опять стала классной. И ее строят прям вот очень-очень-очень много. Прям проигрывающий участок вообще даже подзакрыт. И куча туннелей. Вот там старая дорога с правой стороны. А мы уже по-новой едем. Реально классно. Идеально ровно все. Кайфушки. Кстати, туннель абсолютно не оборудован. Он просто сделан, а еще вентиляции не хватает. И знак этих специальных знаки ставят, чтобы поблестело все. И вот опять въехали в какой-то коробок небольшой. Офигеть, как в Грузии, блин, приехали. И тут козы у нас, смотрите. Офигеть. Давай быстрее. Смотри. Во-во. Смотрите, смотрите, она по горе пошла. У нас тут на дороге козы. Козы, козы, козы. Смотри, сколько их там. Офигеть. Сколько вас тут, люди? Вы кто? Что вы тут делаете? Вот это мы забрались, короче говоря. Прикольно. Представляете, вот они строят и строят, и строят, и строят. Но, кстати, кто-то знает, кто-то ездит. По этим туннелям мы просто не рискуем. Мы едем по тому, куда знаки показывают. Но, блин, вот у них там участками-участками делают. Прям молодцы, молодцы. Прям радуют на самом деле. Прям страна развивается. Если развиваются дороги, значит страна развивается. Сделано классно. Прям идеальный асфальт, где вот новый положитель. Прям как стекло. Через 600 метров продолжайте движение. Представляете, сколько нам еще ехать до красивых мест? У нас тут пейзажи меняются каждую минуту. Уже не знаешь, куда смотреть, что видите. Все разное, все разнообразное. Посмотрите, видите, люди там даже живут. Самое потрясающее, что мы едем непонятно где. Там еще ехать много. Но, если приглядеться, у нас сейчас пропала сеть. А до этого, минуту назад, горел телефон. И такой думаешь, блин, тут даже телефон моет. Офигеть. Мы где-то вот уже в пустыне. Уже в пустыне Сахары. Не знаю, куда-то едем. Два часа пейзажа. То горный, то не горный. То дорогу строят. То еще что-то. То туннели закрытые. То брусчатка. То песочные дороги. Капец. За два часа я столько всего понавидал сегодня. Капец. Прям диво-дивное, чудо-чудное. Ну, мы, как говорится, не покладая рук, рулим дальше. Ближайшая города 160 километров. Ну, большого города. Понимали, инопланетный пейзаж. Вы выезжаете вот так вот, а тут вот издалека не видно, что тут обрыв. Причем обрыв такой сразу. Сразу в обрыв. Вот, видите, там дорога. Я даже пробегусь ради вас. Представьте, что вы едете на машине, а, блядь, едите в никуда. Да, вот, любезительно, вот так вот все это выглядит. Ну, едете, выскакивает, и вдруг вот у вас встречка. И капец. И все. А тут горы заканчиваются. Офигеть. Это просто нереально. Послушайте, тишина какая. Только ветер. Не знаю, куда мы забрели, но судя, мы сейчас вниз спускаемся, потом наверх, опять наверх, то вниз, то наверх. Что-то как-то мы так погорячились с этой дорогой, но любой опыт, он полезен. Ну, круто. Ну, когда на машине едешь, да, прям впечатление, что дорога закончилась. Капец. Сейчас поедем дальше. Так. Сейчас я вам покажу. И вот мы вот так вот едем уже пару часов. Да, там, где в начале было, это было приятное впечатление. Здесь тоже, конечно, шикарно. Тише да гладь. Даже не слышно ничего. И на дороге так вот изредка появляется встречная машина. До этого был грузовик. Благо, что он был просто на равнике. Вот так вот ехать, это, конечно, капец нам сколько еще. Даже не представляю. Ладненько, будем дальше продвигаться. Блин, народ, представляете, это город Ташкент в Турции. Конечно, потрясающее место. Смотрите. Находится прям на горе, на склоне горы. И вот там вот впереди офигеть, прям, прям, дома, прям вот гора обвалится и дом свалится. Блин, красотень-то какая, а? Вообще, офигеть. Ну, судя по видам, такое ощущение, что реально в Ташкент приехали. У тебя там и не было, но очень похоже. Если мне покажут две фотографии, я думал, что я бы сказал, что это Ташкент. Прямо, я бы сказал, цивилизация за последние два часа нашей дороги. Ну, это прикольный городок. На улице, кстати говоря, стало 19 градусов и очень ветрен. Такой вот город. Мы его просто проезжаем мимоходом. Ну, вот прям здесь даже жизнь кипит. Прямо цивилизация. даже такси есть. Смотрите, в центре города такси. Кайф. Реально прикольно. полиция, пожалуйста. Все хорошо. Порядок стража. Управо района. Учитывая, как она выглядит. В Турции не встретишь. Даже жука такого волшебного цвета. Мы тут приехали в провинциальный город Конья. Достаточно большой. Вот. Едешь по городу, там 5-7 этажей в основном дома. Но так интересно сделано. Некоторые моменты напоминают какую-нибудь там западную Германию. Такие дома в чисто европейском стиле с деревьями. Там все нормально. Улочки. Ну, классно. Сам. Сам центр мы не получится по времени попасть. А так вот на кафешку мы заехали перекусить. Такой вот интересный город. Он весь вот такой в принципе. А мы идем в кафе, который жена нашла. Сейчас вот будем пробу снимать. А, и, кстати, прикол. Въезжали в город, стоят, проверяют, что вы должны въехать даже в масках. Люди в машинах даже ездят в масках. В основной массе ходят по улицам в масках. Ну, за исключением вот парня в очках он, наверное, читать не умеет. Вот, а так вон народ ездит прям вот в общем, так интересно. Прям следят, следят. А там, причем, полиция стоит, проверяет на въезде. Причем, не только полиция, но и военные там с автоматами. Капец. Такой вот интересный городок по дороге в основную точку назначения. И такой, очень много старых машин говорит о том, что все-таки не слишком богатый город. Короче, зашли в кафе. Мы, правда, на телефоне общались, сказали, вот это вот единственное блюдо, которое существует в этом кафе. Вот это вот мясо, оно просто тает во рту. Ну, и, соответственно, мы взяли чайку, а это ягненок. Капец, вкусно вообще. Просто я уже вторую порцию беру. Прям всем советую. Кафе Огонь. Едем по этому городу, выше не с кафе, в сторону трассы выезжаем. Такое ощущение, что едешь в Плиграде где-нибудь в Франции, а нифига не в Турции какого-то города. Вот реально прям очень похоже. Да и по факту загружают нас автомобили частично французские. Идемецкие. Вот мы выехали из этого города уже минут 15 вот так вот едем тупо по прямой. Это мне сразу напомнило про Америку. Там вот большинство дорог это выглядит вот так вот. Еще и деревьев нету. Просто пустыни. В лучшем случае горы есть. Или просто пустыня. А ты едешь тупо по прямой. Как говорится, без остановки. Едешь и едешь. И так тебе там 700 километров надо проехать. Капец. И вот мы тоже едем так же. Только в Турции. На Крузике. 111. Выставил. Здесь вроде как 110 разрешено, но я 111 поставил. Циферки красивенькие. Я чувствую, что нам так километров еще 100 с лишним ехать. Судя по навигатору, что всю дорогу рисуют только прямо. Печенье из туалета. Там женский туалет. Здесь мужской. Заехал на заправку. Вот рукой проводишь. Там дверь открывается. Ну, тут, судя по всему, видите, не открывается. Потому что дверь сломана. Самое забавное, что я хотел вам показать. Смотрите. Очко. Ну, правда, здесь я обычно из туалета. Ну, прикольно. Ну, это мы на заправке. Просто по трассе остановись, потому что уже что-то залипать начали от этой дороги. Видишь, просто прямая дорога. На круизе 111, и ты едешь так. Хочется уснуть. Вот такая небольшая тут заправочка. В принципе. Можно всякую шнегу купить, но ничего интересного. А мы продвигаемся дальше. Кстати, проехали мы 500 с лишним километров. Ну, почти 600, наверное. Сейчас покажу. И у нас вот мы заправили полный бак 42 литра бензина 95-го. И вышло это нам 2 900 рублей. 290 лир. Короче, приблизительно 582 километра. Ну, короче, получается, что 40 литров хватает на 600 километров, будем считать, грубо говоря. Плюс-минус. Сейчас мне показывает одометр, что 6 литров на 100 километров она кушает. Это учитывая, что были горы и так далее. Сейчас мы чуть-чуть остановимся. Зарядимся энергетиком в виде кофе. И мы совершили подвиг. Мы доехали до того отеля, который мы еще должны были в июне посетить. И у нас было все проплачено. Теперь мы вот теперь здесь шикарный отель. Немножко у нас такая коллизия произошла, потому что цена упала, весной было дороже, а осенью стало дешевле. Но вид, конечно, тут шикарный. Сейчас жена там договариваться по поводу полетов на воздушных шарах, но вид тут, конечно, вот такой круто. Конечно, вживую это просто безумно круто. Бассейн, короче, все вот так красиво. Сейчас идем, оформляемся, двигаем в номер. Вот наш номер вот здесь вот крайний. Мы можем выходить теперь на балкон вот на этот общий, посмотреть вот сюда вот. Битка, шикарный. А так у нас вот сюда вот заходим мы. Вот он. Типа хороший номер с круглой постелью. Жена уже осваивает Wi-Fi. Вот так это типа в скале все сделано. Здесь я в маске хожу. Чайник, вода, мини-шкаф. Есть огромная душевая кабина, фен, туалет и я не знаю как это назвать. Не знаю, короче, как-то так. Света, конечно, здесь мало. Может быть, это к лучшему. Ну, такой вот неплохой номер в принципе. Но круглая кровать это, конечно, трындец. Ну, ладно. Главное, что она большая, не маленькая.